Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире предвыборная кампания кандидатов депутатов Национального собрания Западной Армении. Цены Западной Армении Сарки Саребекян. Вопросы армян Западной Армении. Предвыборная кампания Нели Арутюнян. Баку препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцахмид Республики Армения. Армянская община Грузии распространила осуждающее заявление. После длительного перерыва в селе Факты в Западной Армении поставлен спектакль на армянском языке. Армянская команда завоевала одну золотую и две бронзовые медали на 55-й международной олимпиаде по химии. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 21-м заседании ЗУМ, организованном в рамках предвыборной кампании декабрьских выборов 2023 года. Встреча состоится 27 июля 2023 года в 20.00 по французскому времени, в 22.00 по ереванскому времени. Тема встречи – культура и Западная Армения. Присоединяйтесь к встрече ЗУМ по указанной ссылке. 412 сотрудников коммерческих банков приняли участие в 44-дневной Арцахской войне. Герой Саркис Сарабикян родился в 1989 году. Получив повестку, в тот же день, 28 сентября, явился в военный комиссариат, отправился на передовую. Саркис работал в банке, но больше всего любил природный мир, родины. В последние дни жизни Саркис провел на вершине войских позиций, погиб 2 октября при защите позиций от Эрка. Политика преследования нетюркских народов, осуществляемая в Османской империи на протяжении веков, не обошла стороной сферу языка. Главная цель данной политики – заставить все нетюркские народы, проживающие на территории империи, не применять и забыть родной язык, используя турецкий, османский. В частности, параллельно с танзиматскими реформами, когда интеллигенция пыталась упростить сложный османский язык. Однако усилия имели и другую цель – увеличить географию и уровень туркоязыча. Статус государственного официального языка турецкому впервые был присвоен по принятой Османской конституции 1876 года. В годы молодотурецкого правления в начале XX века на связывание турецкого языка и борьба с языком нетюркского народа стало приобретать государственно организованный характер. По словам академика Рячика Симоняна, городские власти Константинополя за пару дней заменили французские вывески на турецкие со следующим призывом – нужно писать на турецком языке. Параллельно с государственными структурами мусульманское общество также было вовлечено в борьбу с языком нетюркских народов. Фиксировались повреждения указателей публичной насилия в отношении других. Преследования и угрозы дали некоторые результаты. Запуганные торговцы, ремесленники и ательеры начали переводить армянские, греческие, французские, итальянские надписи на своих магазинах, мастерских, гостиницах на турецкий. Националистическая политика, борьба с языками нетюркских народов почти также продолжались при турецкой власти. Следует подчеркнуть, согласно Лозаннскому договору, нетурецкие народы, проживающие в оккупированной Западной Армении, имели право использовать родные языки, издавая газеты на родном языке, что в числе прочих прав было открыто попрано. Следует отметить, что языковые преследования турецких властей отразились не только на армянах, но и на исламских курдах, черкесах и других народах. Предвыборная компания Нелли Арутюнян. Арутюнян Нелли Овнановна родилась 30 мая 1972 года в Ереване. С 1979 по 1989 год училась в Ереванской средней школе номер 93. С 1989 по 1992 год училась в Ереванском электротехническом техникуме. С 1990 по 1995 год училась в Красноярском государственном политехническом институте. С 1997 года по сей день член Хельскенского комитета Армении, ассистент руководителя программ, администратор. С 2009 года заместитель председателя комитета по защите солдат. С 1996 по 2019 год наблюдатель краткосрочных и долгосрочных выборов. С 2013 года занимается мониторингом мирных митингов в Армении. С 2018 года гражданка республики Западная Армения. Видеосюжет Аннеля Рутюнян доступен на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. По данным Министерства иностранных дел Республики Армения, с офисами Всемирных продовольственной программы ООН активно обсуждались возможные пути решения гуманитарных потребностей арцарских армян. С первого же дня незаконного блокирования Баку-Бердзорской дороги Министерство иностранных дел Армении проводило последовательную работу с международными структурами с целью устранения препятствия на дороге в рамках их мандатов и оказания гуманитарной помощи народу Арцаха. В ответ на вопрос Азатутюн передали из внешнего политического ведомства Армении. Азатутюн в частности поинтересовался, предпринимает ли Армения какие-либо конкретные шаги для доставки помощи армянам Арцаха воздушным путем посредством агентства ООН по продовольствию или российских миротворцев. Поскольку уже более месяца Азербайджан запрещает перевозить какой-либо гуманитарный груз из Армении по Бердзорской дороге, существует острая нехватка продовольствия. В МИД отметили, что в частности как с ереванскими, так и с региональными офисами Всемирной продовольственной программы ООН были активно обсуждены возможные пути решения гуманитарных потребностей армян Арцаха в рамках их полномочий. По данным ведомства вопрос обсуждался также в рамках визита в Ереван в апреле Корин Флейшер, регионального директора Всемирной продовольственной программы ООН по Ближнему Востоку, Северной Африке и Восточной Европе. В этом контексте внешнеполитическое ведомство подчеркивает, Азербайджан постоянно препятствует въезду в Арцах агентств ООН и других международных структур. Армянская община Грузии распространила осуждающие заявления, коснувшие участие в организованном в Шуши-медиа-форуме генерального директора общественного телеканала Грузии Тинна Тин Берзенешвили и руководителя армяноязычного отдела того же телеканала Рамилы Алиевой. В заявлении, в частности, говорится, в то время как 120-тысячное население Арцаха только потому, что они, Армения, подвергаются геноциду со стороны диктаторского режима Баку, почти 8 месяцев находясь в блокаде, лишившись возможности медицинской помощи и других нужд первой необходимости. Наряду с этим в нескольких километрах Ильхам Алиевик проводит программу под названием Шуша-глобал-медиа-форум. Удивительно. Цинизм Алиева по поводу проведения в Азербайджане журналистического форума, посвященного защите прав человека, недавно выяснилось, что в этой стране есть защитники природы. Нас беспокоит, что в мероприятии, организованном палачами, всего нескольких километрах от голодающих армянских детей, участвует генеральный директор общественного телеканала Грузии Тинатин Бердзеншвили и руководитель армяноязычного отдела того же телеканала Рамила Алиева, учитывая, что власти Грузии всегда выступали с нейтральной позицией между Арменией и Азербайджаном, часто пытаясь стать посредником в процессе установления мира в регионе. Участие указанных должностных лиц в мероприятиях в Шуши вызывает беспокойство. Мы и ранее заявляли, присутствие руководителя армяноязычного и азербайджаноязычного отдела общественного телеканала Алиевой будет препятствовать объективной и беспристрастной деятельности отдела. Однако руководство телеканала не предприняло никаких действенных шагов в этом направлении, вследствие чего неудивительно, что общественный телеканал не освещал мероприятия, посвященный геноциду. В течение восьми месяцев ни разу не освещал тему блокады Арцаха. Несмотря на разрушительные февральские зимотрясения, жители села Вакгыф в Западной Армении продолжают вести активную культурную жизнь. Недавно в Вакгыфе было представлено произведение окопа Паруняна «Прогулка по политическим кварталам» на армянском языке. Как передает Акункнет, об этом в ежедельнике Акос пишет Вартан Эстукян. Согласно источнику, спектакль посмотрели около 200 человек. После долгого перерыва это первый спектакль в Вакгыфе на армянском языке. Один из организаторов спектакля Андраник Бакрыджи Оглу в беседе с Вартаном Эстукяном отметил, постановку особенно хорошо поняли пожилые жители села, организаторы приложили большие усилия, чтобы спектакль был поставлен на армянском языке. С 16 по 25 июля в Цюрихе прошла 55-я международная олимпиада по химии, на которой сборная Армении завоевала одну золотую и две бронзовые медали. Восточную Армению представили ученики Леонид Асатрян и Юрий Петрусян, учащиеся 12 класса колледжа Квант, Тигран Мехтарян, учащийся 12 класса колледжа Фоттон города Гюмри, и Арман Харатян, учащийся 10 класса в Анадзорской специальной школе с углубленным изучением математики и естественных наук. Среди участников сборной Армении Леонид Асатрян завоевал золотую медаль, Тигран Мехтарян и Арман Харатян бронзовые. Юрий Петрусян получил благодарность. Команду возглавили Андраник Давинян и Армен Голоссян из ЕГУ. В олимпиаде приняли участие 355 представителей из 90 стран, максимум по 4 участника от каждой страны. Олимпиада проходила в практическом и теоретическом этапе. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok